Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотрите сегодня. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров прочитал лекцию в рамках научного десанта КФУ. Ну и ЛАД принял научно-просветительскую акцию «Научный десант КФУ». На базе Казанского университета под председательством ректора КФУ Ильшата Гафурова состояло заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан. В ходе заседания были выдвинуты и обсуждены стратегии и направления, по которым будут развиваться научные центры Республики Татарстан. Председателем Совета ректора Татарстана вновь был переизбан ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. А теперь к другим новостям. Научный десант КФУ продолжает свою работу на территории Республики. На этот раз просветительская акция прошла в Елабуге. Однако главным событием и отличием от всех уже прошедших научных десантов стала открытая лекция ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Смотрим. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял участие в масштабном научно-познавательном уикенде, который состоялся в Елабужском институте КФУ. В начале дня Ильшат Гафуров посетил церемонию открытия нового сезона проекта «Детский университет». Почетным гостем праздника также стал глава Елабужского района Рустем Нуреев. Юные студенты детского университета увлеченно следили за научными экспериментами веселого профессора и непрерывно заполняли зал громкими аплодисментами. Взаимосвязь университета и школы как раз таки установлена и мне это очень нравится. Для дальнейшего определения ученика в своей профессии это очень хорошее подспорье. Вслед за этим Ильшат Гафуров поздравил студентов Елабужского института с открытием клуба «Дружба народов», который отныне будет символизировать единство елабужского студенчества, представленного более чем дюжиной национальностей. Здесь же был организован небольшой музей, в котором каждый желающий мог оставить на хранение частичку своей родины. В качестве своего взноса в музейный фонд клуба Ильшат Гафуров передал студентам священную книгу мусульман – Коран. После торжественных мероприятий в Елабужском институте центром событий стал местный дворец культуры. Здесь прошла акция «Научный десант», которую посетили учащиеся елабужки школ и СУЗов, а также их родители. Я считаю, что это очень важное мероприятие, с одной стороны, для популяризации всего того, что делает система Казанского федерального университета, а с другой стороны, это, в общем-то, определенные события для территории, поскольку общаются здесь непосредственно интересующиеся университетом люди, в основном это родители абитуриентов, сами абитуриенты с нашими преподавателями, и они, может быть, благодаря таким мероприятиям, будут более осознанно принимать решение, где им учиться и по какой профессии обучаться. В рамках акции были представлены интерактивные площадки, отражающие то или иное образовательное направление вуза. Ильшат Гафуров предложил вниманию гостей публичную лекцию о последних научных достижениях Казанского университета, а также о его конкурентных преимуществах. Студенты и преподаватели Набирженчелнинского института рассказали юным гостям о перспективах альтернативных источников энергии и о секретах инженерного проектирования прочных домов. Елабужский институт представил площадки, посвященные робототехнике, финансовой грамотности, психологической диагностике личности и множество других. Мы очень довольны этой выставкой, тем более здесь очень много всего интересного по робототехнике и вообще очень много обучающего для детей и для маленького возраста, и для большого возраста. Каждый участник мероприятия смог найти занятие по вкусу, начиная от интеллектуальных игр, заканчивая игрой на музыкальных инструментах. Лилия Талипова, Айдар Нурмеев, Ислам Хамитов, Универ Ньюс. Еще одной точкой в рамках просветительской акции «Научный десант КФУ» стал город Нурлад. Что включила в себя образовательная программа на этот раз, расскажем далее. «Научный десант КФУ» продолжает свое шествие по городам республики. 8 ноября представители Казанского университета развернули образовательный интенсив в Доме дружбы народов города Нурлад, участниками которого стали более 200 школьников, родителей и учителей. «У меня как раз 11 класс, выпускники, все они нацелены на поступление, и вот очень много заинтересованных ребят сегодня наших пришло сюда. Все ярко, красочно, я вижу заинтересованные глаза детей, это самое главное». Торжественную часть открыли приветственные слова директора Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета Радифа Замалединова. «То, что в последние годы все больше и больше ребят, как из Российской Федерации, так и из других стран выбирают наш университет, это показатель того, что наши программы и востребованные, они интересные, а наши выпускники конкурентоспособные. Мы надеемся на то, что нурлатовцы также сделают правильный выбор». Далее заместитель руководителя исполнительного комитета Нурлатского муниципального района по социальным вопросам Лейсанна Афигина поблагодарила руководство КФУ за то, что научный десант Казанского университета приехал в Нурлат и поздравила ВУЗ 215-летия. «Когда приезжает такого высокого уровня университеты, КФУ является одним из престижных университетов России, наверное, заинтересованы здесь наивысшие, потому что, как глаза горят у сегодня прибывших участников этого десанта, который организовали, он, наверное, неоценим, потому что чувствуется заинтересованность, чувствуется эмоциональность». Завершила торжественную часть выступления Дмитрия Вилина, представителя территориального производственного предприятия «Татритекнефть», которое является одной из крупнейших нефтедобывающих компаний Татарстана. Лекционный материал был представлен такими темами, как «Лайфхаки в туризме» от представителей Института управления экономики и финансов КФУ. Продолжил лекционный ряд темы научно-технические революции вокруг нас, о которых мы почти ничего не знаем. А тому, как художники изображают научные объекты и явления, была посвящена лекция «Художественная визуализация науки». «Я думаю, что такие мероприятия очень полезны и очень познавательны для детей. И очень важно, что вы их проводите. Многие дети думают в дальнейшем связать свою жизнь с КФУ». Школьники также приняли активное участие в интерактивах. Ребята погружались в микромир, участвовали в расследовании преступления, писали китайские иероглифы и многое другое. «Могу сказать, что достаточно впечатлен. Мне очень нравится, как работают волонтеры, нравятся практикумы. Я вот как раз-таки попрактиковался в китайском языке непосредственно. Мне очень нравятся мероприятия. Я за эти 20 минут узнал очень много, очень информативно. Я увидел в микроскопе инфузорию туфельку, рассмотрел микроскоп разные организмы. Нам рассказали про нефть». «Я представляю школьником наш факультет, то есть Институт геологии и нефтегазовых технологий. Конкретно я преподаватель кафедры геологии нефти и газа. Соответственно, я рассказываю про нефть, то есть как она залегает в породах, какими свойствами обладает и всем, чем можно заинтересовать молодой умой». Напоминаем, что просветительская акция продолжится до конца ноября. Валерия Муратова, Мурат Хафизов, Универньюс. О том, что еще произошло в Казанском федеральном университете, смотрите далее. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошла региональная конференция студентов и школьников, посвященная Дню славянской письменности и культуры «Русский язык и славянский мир». В ней приняли участие студенты КФУ, школьники Республики Татарстан. А главными темами являлись проблемы исследования древнерусских рукописных источников, актуальные проблемы языка современной публицистики, а также проблемы изобразительно-выразительных средств СМИ. По окончании конференции всем участникам были вручены сертификаты, а учителям, подготовивших учащихся, были направлены благодарственные письма. В Институте международных отношений Казанского федерального университета состоялась школа мусульманского лидера Махаля. В рамках школы лидера проводилась презентация проектов участников школы «Круглый стол Махаля в светском обществе», семинар обсуждения информационной подачи деятельности Махали в медиапространстве, а также психологический тренинг «Мастерская отношений». В Институте международных отношений Казанского федерального университета прошла открытая лекция по методике преподавания японского языка от приглашенного преподавателем ГУ Аюми Симамура. Специалист по японскому языку рассказала о методике преподавания, которая ориентирована на коммуникативный подход при обучении японского языка. В Институте международных отношений Казанского федерального университета прошел большой этнографический диктант. В этом году акция проходит на тысячи площадках по всей России и странах СНГ. В список заданий диктанта было включено 30 вопросов, 20 на федеральную тематику и 10 связанных с национальной спецификой каждого конкретного региона. На площадках Казанского федерального университета диктант написали несколько десятков человек, как студентов профильных образовательных направлений, так и просто жителей города. На этом у меня все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok